Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов, теплица социальных технологий и Ченджер. Мы заканчиваем наш курс и завершающее видео, конечно же, должно быть о победе, путь к которой, как мы выяснили, может быть долгим и тернистым. О победе нам расскажет Аня. О победе приятно рассказывать, но сначала все-таки о ложке дегтя. Аня, расскажи про самые долгие и драматические кампании, которые закончились победой. Да, конечно. Надо сказать, что далеко не всегда путь к победе долгий и тернистый. Некоторые кампании побеждают буквально за пару дней, но действительно, есть и такие, которые надо вести месяцами или даже годами, чтобы добиться поставленной вами цели, или чтобы просто инициировать дискуссию в обществе и создать благодатную почву для этих изменений. Хороший пример – компания Светланы Штарковой за повышение пособия по уходу за ребенком-инвалидом до уровням род, которая длилась почти три года. Или компания Зарикто Матанова против строительства завода по розливу бутылированной воды на берегу Байкала. Зарикто свою петрицу создал, когда такие планы только появились, а самый большой резонанс его компания приобрела двумя годами позже, когда строительство началось. И все это время ваши подписанты должны оставаться с вами. Как этого добиться и нужно ли этого добиваться? Да, это очень важно, чтобы у автора все это время была поддержка со стороны подписантов. Ведь, как мы показали, без нее невозможно добиться победы. Как сделать так, чтобы ваши подписанты не оставили вас на полу пути? Ключ – это их мотивация. Именно поэтому важно указывать в обновлениях для подписантов, что это ваша общая компания, подчеркивать значение их участия, благодарить за это и отмечать все маленькие достижения. Делитесь с ними хорошими новостями о компании, материалами в СМИ, ответами адресатов. И обязательно объявите победу, если ваше требование уже выполнено. Да, про это я расскажу и расскажу с удовольствием. Это делается на странице петиций. Зайдите в свою панель управления и в самом низу страницы нажмите «Объявить победу» и напишите сообщение для подписантов. Если СМИ рассказали о вашей победе, обязательно добавьте ссылку. Вы можете также записать короткое видеообращение вашим подписантам. Уверен, им будет приятно получить хорошие новости в такой форме. Ваши победные обновления подписанты сразу получат по почте. А на страничке петиции появится отметка «Победа». Ясно, что это нужно, во-первых, чтобы порадовать тех, кто активно поддерживал вас в компании. Информация о том, что сообща вы добились поставленной цели. А для чего еще? Это важно также потому, что когда вы официально объявите победу, сбор подписей и продвижений под вашей эпитетей останавливается. Вы, наверное, не хотели бы, чтобы пользователи все еще активно подписывали, распространяли и продвигали эпитетию, цель которой уже достигнута. При этом важно помнить, что вы все еще можете продолжать общаться с вашими подписантами через обновления, связанные с темой вашей эпитетей. Юлия Бейсенова, например, которая благодаря компании на Change.org смогла удочерить Элю, девочку с инвалидностью из Приморского края, до сих пор, а прошло уже три года, рассказывает своим подписантам, как ее дочка адаптировалась в семье, как проходит реабилитация, как ей понравилось в школе. А Наталья Аширова, объявив победу своей первой эпитете, создала новую и попросила сообщества поддержать ее еще раз. Так, а еще бывают такие варианты, что проблему решили или пообещали решить, но она возникла снова. Можно возобновить петицию или лучше создавать новую и сохраняться ли при возобновлении подписи, поставленной до закрытия петиции. Ну и последний вариант, который мы рассматриваем чисто гипотетически, потому что с вами, конечно же, этого не произойдет. Ситуация, при которой вы не одержали победу. Когда нужно закрывать петицию и почему стоит закрывать петицию, не одержавшую победу? Это будет мой последний вопрос. Я благодарю сотрудников Change.org и зрителей канала за то, что были с нами. Вопрос этот минорный, не хотелось бы на нем заканчивать курс с моей стороны, но надеюсь, Аня добавит все-таки в ответ оптимизм. Да, постараюсь. Спасибо, Вова. Действительно, иногда бывает и так, что очень сложно добиться поставленного вами результата. Если вы решите, что нет смысла, сил или времени больше заниматься компанией, просто закройте сбор подписей под ней. Еще раз напомним, что это очень важно, чтобы наши пользователи дальше не подписывали и не продвигали петицию, которая уже не актуальная. А сейчас немножко обещанного оптимизма. Активная кампания, даже если она не одержала победу, никогда не проходит незамеченной. Возможно, у вас получилось косвенно изменить ситуацию по теме вашей петиции. Иногда просто нужно больше времени. Может понадобиться еще пара таких петиций, как ваша, чтобы изменить дискурс и создать почву для важных для вас изменений. Очень хороший пример такой успешной, но не победной кампании – петиция Екатерины Дмитриевой за отмену тендеров на убийство бездомных животных перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Всех тендеров отменить не удалось, хотя некоторые действительно получилось остановить. Я хочу поблагодарить 2,5 миллиона человек, которые подписали мою петицию, которые делились информацией, которые переживали, боролись вместе с нами, которые принимали участие в акциях протеста. Огромное спасибо журналистам. Но компания Екатерины, которая стала глобальной и получила широкую поддержку знаменитостей, изменила дискуссию вокруг проблемы убийства безнадзорных кошек и собак и стала дополнительным толчком к принятию закона об ответственном обращении с животными, согласно которому тендеры на отлов и уничтожение животных стали незаконны, так что каждое активное действие приносит свои плоды. Спасибо Вова и спасибо всем, кто посмотрел наш курс.